МОБИЛЬНЫХ ИГРУЛЯК Это нетрудно понять, исходя из его названия. Кстати, есть на самом деле браузерная версия, ее еще. Не только на мобилке. Да, поэтому можно поиграть прям даже в браузере, если у вас, не знаю, там, неподходящий телефон, например. Или телефон отжали. Или мама забрала за плате. Мамка не разрешает на телефоне играть. Так вот, понимаете, сюжет таков, что мы в роли вот этого человечка, которого здесь пленил страшенный и злющий волшебник. Но! Но! Волшебник. Но, к счастью, наш боец может убивать и лутать. Но ему нужна немножко, немножечко совсем наша помощь, собственно. И прежде всего нужно тапнуть вот здесь. Наша помощь заключается в том, чтобы тапать в нужный момент. Отлично, это мы можем. Но суть в том, что на самом деле, знаешь, вот сейчас как бы может возникнуть ложное ощущение, что я что-то делаю. На самом деле я делаю ничего прямо сейчас. Вот конкретно я. Я просто такой сижу и смотрю. Но вот сейчас я начну. Я могу кликать, помогая, собственно, своему чуваку каким-то образом побеждать. Вот. Так, посмотрим, что у нас тут. Сапожки, сапожки. Ага. Так, и поясочек. Точнее, это не поясочек, это кожаная броня. Вот, видишь, он как теперь напоминает Фреда Флинстоуна. Ну да, да. Кстати, похож. Только тот без штанов был. Только в штанах. Фред Флинстоун в штанах. Ну, это первый уровень, он для нас такой, типа, обучающий. Суть. Я попытаюсь сейчас в двух словах описать. Этот персонаж, он существует сам по себе. Мы можем только немного ему помогать, тапая по экрану и таким образом нанося повреждения врагам. Но на самом деле, я вот когда первый раз играл в эту игру, я, в общем-то, не расценивал даже это как что-то важное. То есть я просто в основном наблюдал. Знаешь, вот в основном наблюдаешь и занимаешься, во время каких-то перерывов, ты занимаешься как бы менеджментом. Менеджментом персонажа. То есть, ну, одеть его правильным образом, например. Надеть верные предметы, выбрать правильные кольца. То есть как-то более такими управленческими. Чтобы подходило под цвет глаз. Да, 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 да. В том числе. Вот сейчас еще он у нас довольно-таки слаб, поэтому я, в общем-то, могу ему немножко помочь. Ну, тут даже помогаю я ему не за счет того, что он слаб. Ну, точнее, не из-за того, что он слаб, а из-за того, что я могу это делать, в общем-то. Враги довольно-таки слабенькие, я вот могу их тапить. Но тут вдруг оказывается, Марина, ты представляешь, герой-то наш не один. К нему только что присоединилась женщина-хиллер. И мы сейчас их приоденем. Вот я ей выдам сапожки. Я выдам ей дубиночку. Так, и что у нас тут? Ну, вот кольца на крит я пока выдам ему, но не факт, не факт, что они потом останутся у него. Вот, так, 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 так. О, кинжальчик. 50 дамаг, больше атак спит. Ну, фиг знает, не буду, не буду выдавать кинжальчик. Ладно, все, побежали. Какие-то оводы на нас напали. О, 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 появилась броня. Кстати, броню я вот так вот обычно просматриваю. Броня здесь она что дает? Она на самом деле нет такого параметра, как какой-нибудь там дефенс. Наши персонажи, они, в общем-то, просто за счет брони, как правило, получают дополнительные хитпоинты. Вот. А, вот так. Да, 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 я сейчас. Просто приплюсовываются хиты, да? Да, просто приплюсовываются хиты. Ну, стандартно. То есть у брони, у нее, конечно, могут быть там какие-то дополнительные характеристики, но обычная какая-нибудь самая броня, она, в общем, просто хп наращивает. Вот и все, что она делает. Они, кстати, даже... Ну, а как бы, а что, с другой стороны, что еще от нее нужно? Не, ну, в общем-то, любая броня, это фактически наращивание хитпоинтов. Знаешь, ну, то есть, как бы, броня это что такое? Каждый удар тебе наносит меньше повреждений. То есть фактически это дополнительный хитпоинт. Ну, в некотором хитпоинте. Ну, вообще, да. О, 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 так, у нас кожаная броня, отлично, плюс 600 сразу хп, и он, короче, просто лайк и босс, так, кольцо к атаке. Отлично, возьмем кинжальчики, все те же. Можно выпить зелье, давайте выпьем зелье, все, чтобы... Вот можно посмотреть даже их подробные характеристики. Фу. Угу. Здесь... О, босс-файт, слушай, так, каждые... Каждые несколько уровней происходит босс-файт. Скорее всего, я сейчас сольюсь, потому что, ну, как бы, первый заход, и что, я сразу босса, что ли, завалю? На что мне надеяться? О, у меня уже завалили бойца. Ну, и хиллер, собственно, недалеко ушел, да. Но не беда. О, это, это король. Элефант Кинг, ты видела, Марина? Понимаешь, это у нас... Слоновий король? Слон, слон король. Примат король, так. Примат король, примат. Кстати, персонаж наш, персонажи даже наши, они прокачиваются, но, честно говоря, по-моему, вот эта их прокачка, она... Незаметно? Нет, она имеет значимость, но дело в том, что гораздо важнее здесь, по личным ощущениям, именно... Техническая оснащенность? Техническая оснащенность, именно так. Так, как бы тут продать... А, вот, вот так вот продать... Так, о, вот, продать весь экипмент, да, все, продать весь экипмент, отлично. То есть, экипировка, она важнее, чем просто прокачка. Ну, вот сейчас давайте еще раз сходим сюда. Они уже, короче, ребята прошаренные. Должны легче справиться со всеми неурядицами. На самом деле, я эту игру даже один раз прошел, но... Подобного рода игры... У нее есть какой-то логический конец. У нее есть логический конец. Тебя же пленил злой волшебник. И логический конец игры заключается в том, чтобы злому волшебнику отомстить. Отомстить. Пленить его. Да, понимаешь? Именно так. Не, не пленить его, а уничтожить его, так сказать, физически. Вот. Но на этом игра не завершается. Можно же начать заново, понимаешь? Но с новыми возможностями. А у тебя только один помощник будет? Нет. Но об этом позже. Окей. Я думаю, мы сегодня еще как минимум покажем еще одного. Вот после этой ходки сразу. Пойдем за еще один. Хорошо, я тогда задам финальный вопрос. Сколько их всего будет? Всего пати состоит из четырех персонажей. Угу. Да. Мы еще встретим здесь, по-моему... Файтер, клирик, маг и вор. Да, на самом деле так и есть. Ну, не совсем вор. Я сам, знаешь, такой нашел мага, потом думаю, ну все, ну следующий-то явно вор. Но он... Он ярче. Он не совсем... Ну, как бы он... Как бы вор. Ну, я такой, как бы да, но нет. Вот. Я оставлю это небольшой интригой, на самом деле. Не буду рассказывать, потому что показать мы его все равно не успеем. Вот. Ну и рассказывать я не буду, чтобы не портить впечатление. Он такой немножечко необычный персонаж. Хотя, по сути своей, является он... Ну, дамагером, да? Так же, как вор. Но он не совсем вор. О, кстати, он. Авторейд. А, авторейд означает, что я буду... Как это? Только лягушенький, слезнячок хорошенький. Такие вообще не могу. Да, кстати, слезнячки очень прикольные. Вот. Что я хотел сказать-то? Кнопка вот этого вот авторейда, она что позволяет делать? Вот на пятого уровня я сейчас такой дошел, да? И если мои ребята пятый уровень пройдут, то они вернутся в хаб. Куда-то центральный. Да. Но если я нажму авторейд, то они пойдут дальше. Точнее, пойдут ниже, скорее, так нужно сказать. Так, и дэмэдж. Да, глубже вообще, по-всякому. Так, возьмем вот это колечко. Вот это снимем. Это снимем. Я лучше дамаг буду наращивать. Так, у него, кстати, у каждого класса есть свое именное колечко, скажем так. Ну, точнее, у каждого персонажа, который приходит, есть свое какое-то уникальное кольцо. Ну, как мне удалось заметить, по крайней мере. Так, так, так. Тоже выдадим такую броню. И что у нас тут? Угу, мечик. Мечик лучше, чем эта дубинка. И, о, интересно. И тебе копье тогда пойдет, хиллер. И, в общем, я думаю, что все. Ну, давайте. Есть, короче, вот есть теперь шанс. Я еще буду кликать по всяким крысам. Я, на самом деле, могу себе заапгрейдить кликалку сейчас. Давайте. Я сейчас забрыжу маленько кликалку, чтобы наносить больше дамага и, таким образом, больше помогать. О, так, давай-ка. Зелье здоровья. Отлично. Давай. Валим. Валим короля слонов. Сейчас я его закликаю. Давай-давай-давай-давай. Живи-живи-живи-живи-живи. Я его за король слонов. Так, все. Демонического короля слонов я отморожил. Ну меня сейчас крысы убьют. Крысы сожрут. Вот это неприятно. Это обидно вообще. Это реально обидно. Запобедить короля слонов и быть съеденным крысами. Пойдём сюда. Вот за пять тысяч я разлачиваю ещё одно подземелье этой башни. И в этом подземелье меня уже ждут несколько иные враги. О, тут уже всё, между прочим, серьёзнее. Ты видишь, если я в первом подземелье заходил и просто всех разуплотнял с лёгкостью, то здесь уже, короче, всё не так просто. Так, посмотрим, что это мы нашли. Ух ты, тут неплохо. Так, нашли неплохое такое топорище. Отличненько, пойдём вон теперь с топорищем. Мне нравится, знаешь, несмотря на то, что здесь нет никаких анимаций персонажа, кроме того, что они как бы наклоняясь бьют, здесь при этом всё равно стоит что-нибудь на персонажа надеть, как тут же ты увидишь изменения. Вот это меня всегда просто в играх радует. Так. Это на самом деле очень клёво. Да, да, мне это очень нравится, правда. Ну, это легко, значит, они же как бумажные куколки. Тут вот предмет, он как в инвентаре выглядит, так и на персонажике. Ну что, всё равно приятно. А нет, вообще-то не совсем, ты знаешь, я только что подумал, что в инвентаре он выглядит более детализированно. Если присмотреться, то реально в инвентаре детализация получше, но это не важно. Это же знаешь, как матрица, ты не воспринимаешь их как бумажные куколки, ты прочу... А, слушай, это я что? Всё-таки Арчер у нас. Не маг, значит. Погоди-ка. То есть, либо пять персонажей, либо я, короче, просто перепутал маляха. Не маг нифига. Ну ладно, возможно. Ну, во всяком случае, следующего персонажа я точно не буду раскрывать. Так. Давай-ка мы... Ух ты! Chainmail, ну это тебе. Так, это тебе. Что это за книга такая? А, Resurrect. Эта книга позволяет воскресить какого-нибудь персонажа. Так, тебе выдадим вот эти колечки на крит. Болезная книжа. И вот это ещё. Всё, давайте. Служи парсиль. О, Beholder. Нифига он накатил. Ну, Beholder же, они такие крутые чуваки. Ну, кстати, Арчер-то вот неплохо так задамаживает. Вообще неплохо задамаживает. Мне нравится, как он задамаживает. Ух, ну куда же ты прёшь-то первый-то? Так, давай-ка, что это у него кольцо такое? А, Keeps Enemies at Range. Вот это правильно. То есть старается... Старается... Во, видишь, и прямо сразу видно, что этот чувак действительно старается держаться на некотором отдалении от врага. Колечко работает. Будет забавно отдать такое кольцо бойцу ближнего боя. Знаешь, он такой... Будет убегать. Горе-воин, боксер. Короче. Из зены Королевы Войнов. Там был топор? Да, был точно. Что-то неплохо. О, ещё один такой вот есть. Да, спешек, ну-ка. А, мечик. Отличненько. Так, топорище идёт нафиг. Сюда идёт мечик. М-м-м... Ну, вроде норм. Так. Смотри, смотри, такой... Отбегает, отбегает. Он такой шварк из лука. Снова отбегает, отбегает, отбегает. В другую сторону. Так, шварк. Он, кстати, хорошо дамажит из лука-то. Так, блин, вот бехолдеры эти, они прям нормально так накатывают. Меня это немножко смущает, потому что я опасаюсь за своего бойца. О, там сейчас жёсткая комната. Иногда они, кстати, очень глупо себя ведут. Объясню, в чём это заключается. Когда они кого-нибудь убивают, и из него выпадает предмет. Иногда так получается, что они предмет этот подбирают не сразу, а... Ну, как-нибудь враги там их уводят куда-нибудь. В общем, у них приоритеты так выстроены, что иногда они как бы не сразу предмет тащат. И поэтому получается, что они, короче, бегут куда-то, бегут такие. И... О, всё, убили меня арчера. А потом обратно возвращаются. А потом, реально, весь уровень зачистят и начинают уровень по-новой оббегать, чтобы подобрать все предметы. Вот как это бывает. Забавно. Так, давай посмотрим, что мы там налутали. Ух ты, нифига себе. Вау, это, между прочим, такой неплохой халатик. Так, отдадим мой. Приличная, да, робот? Приличная вообще, робот. О, нифига себе. Так, ну это очевидно для бойца кольцо. Плюс, сколько там? Плюс тысяча здоровья и ещё автоматическое выпивание зелий, когда находятся в опасности. Так, это... Крутота. Так, 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 это ботиночки все одинаковые. Ну, давай продадим всё. Отлично. Просто бешеные бабки. Посмотри. 46 тысяч, как с куста. И на них я, правда, могу только, например, таполку себе усилить. Но, честно говоря, я вот особо не рекомендую на эту таполку, потому что потом у персонажа всё равно дамаг свой как-то становится выше. Ну, по крайней мере, по ощущениям. Ну, что ж. Я думаю, что если я кого-то мог заинтересовать игрой Idle Sword, то уже заинтересовал. Сто пуду. Да. Все ссылки, ребята, в описании к этому короткому относительно видеоролику. Как тебе, Марина, эта игра, кстати? Мне понравилось. Да, главное, знаешь, ничего делать саму-то не надо, на самом деле. Ты сидишь и наблюдаешь за приключением. Почти как кино смотришь. Да, да, я только хотел сравнить, на самом деле. Ну, что ж. Всем спасибо, ребята, и пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»